Всем привет! С днём рождения меня! С днём рождения меня! Ну поскольку у нас... Короче, сегодня день рождения у меня, как вы уже поняли. И у нас такая есть русская народная женская забава на свой день рождения. Устать до шести вечера, ещё до прихода гостей так, что уже не хочется никакого дня рождения. Но в этот раз это у меня ещё скромный будет день рождения. Всего лишь будет двое наших друзей, муж с женой, и их двое детей. То есть всего у нас будет очень мало народу. Вот, может, ещё кто-то подскочит. И поэтому параллельно с вами я буду общаться и вытирать посуду, накрывать на стол. Значит, к своему дню рождения я с каждым годом отношусь всё, мягко говоря, спокойнее и безразличнее. А к дню рождения своего ребёнка более трепетно. Вот, поэтому как-то я уже настолько не хочется, честно говоря, их праздновать, эти дни рождения. И я сегодня не праздновала, поскольку это понедельник, и в основном все люди на работе, в том числе и я. И как-то после работы ещё готовить. Ну, ничего. Я, благо, было вчера в воскресенье, выходной я кое-что подготовила. Поэтому сегодня, в принципе, более-менее обошлась лёгким вариантом. Я покажу вам, что я там наготовила. И думаю ещё, ну не готовь ты столько, ну приготовь обычный ужин, там, ну какой-то салатик, что-то горячее. Нет, как всегда, два горячих салаты всякие, там, какие-то финтиклюшки. Вечно придумываю. Лишь бы себе, знаете, усложнить работу. Короче, решила тут повыпендриться, а не получилось, как всегда. И хотела сделать скатерть какую-то по белую, и гламурно хотела сделать салфетки красные купила. Но дело в том, что скатерть оказалась бело-зелёная, салфетки бордовые. Ну, я думаю, ладно, пойдёт. Сегодня у меня такой, знаете, не супер званный ужин, поэтому, в принципе, подойдёт. В общем, сейчас покажу вам. Вот таким образом у меня будет скатёрочка. И вот так будет сейчас это лишнее убрать. В общем, вот так у меня белая с зелёным скатёрка будет. И красная салфетка. Конечно, ярко, но зато должны быть яркие акценты на столе. Иначе белая посуда потеряется. Поэтому я решила сделать так. Вот здесь это обычная клеёночка. То мне, кстати, новый стол. Мне подарили его уже на дне рождения. Это такая маленькая стол-книжка. Я потом покажу как-нибудь. Которая теперь классно выручает нас. Она складывается до вообще, не знаю, 30 сантиметров или 20. Вот такая становится узенькая. И выполняет роль у нас журнального столика, учебного столика для ребёнка и меня. Так что первый подарочек я уже получила. Вот такой букетик мне подарили на работе. Мои мужчины, мои подчинённые. Вот так вот. Три красные розочки там. Раз, два, три. И вот такие белые красивые. Мне так он понравился. Думаю, надо же про мужчины-то выбрали. Красивучий. Красный. Вот. Ещё такой букет. Это мне подарили родители. А это у меня ещё стоит с годовщиной свадьбы. У нас недавно была с мужем. И он подарил мне вот такой, не знаю, как цветок называется. Такой большой-большой. Вот. На камере как-то он кажется меньше. А на самом деле прям огромный. Он мне стоит в высокой вазе. Вот. А это мини-лилии, наверное. А это как хризантемки. Тоже очень такие красивые, набитенькие. Так, это у меня мясо будет. Как там называется по-французски. Я его на ночь замариновала. Здесь лук. И сверху сыр. Ну, обычно майонезом. Посмотрите. У меня муж только картошки начистил. Так, какой-то кошмар. Народу солдат точно. Ну, как-то её тоже потом сырую деть некуда. Поэтому решила всё сварить. Сделать пюре. И поделюсь тогда с родителями, если нам будет очень... Ну, я думаю, этого очень много. Сейчас поставила сковородку уже. Пережарю. Так. Здесь у нас салат с кальмарами. Кальмары. Майонез. Сыр. Чеснок. И ананасы. В сиропе. Это обычный свежий салатик. Помидорчики черепа. Крошила. Жёлтый перчик. Огурчик. И лисий салат. Ещё не перемешивала. Так же у меня вот такие есть. Ну, я их называю Рафаэлла. Кто как называет. Это сыр, майонез, чеснок. И сверху обваленные в натертых крабовых палочках. Ну, такое блюдо вроде забавненько получается. Здесь я разжариваю блинчики. Я делала их сама, между прочим. Сама удивилась. Причём, сделала их чисто случайно. Так как у меня собралось как-то много молока. Думаю, не пропадать же добру. Но сделаю блинчиков. Получилась целая гора блинчиков. Думаю, есть вареная говядина. Я пережарила лук с говядиной. Говядину предварительно измельчила в комбайне. И начинила ими блинчики. И в итоге, короче, я теперь супер-пупер хозяйка. Часто случайно. Так бы я, конечно, наверное, не делала бы. Скорее всего их. Теперь обжариваю их на сливочном масле. И буду подавать потом на стол. Потому что детишки будут и у меня ребёнок. И у друзей наших детишек. Я думаю, они с удовольствием блинчики покушают. Да и взрослые тоже. Я решила, что взрослые будут сидеть у нас в зале. А малых посажу здесь на кухне. Здесь я приготовила уже им фруктики. Виноград, бананы. И торт у меня мама испекла. Так что у нас будет домашний торт. Что сейчас, по-моему, очень большая редкость. Мало кто печёт торты. Вернее, торты, правильно, торты. Ещё я сделала люля-кебаб. Что-то они такие на камере тёмные. На самом деле нет. Короче, на палочки. Такие обычные. Добавила туда много зелени. И фарш свиноговяжий. И что я туда? Яичко добавила. И лук. Больше, в принципе, ничего такого не добавляла. Так что, такие получились прикольные. Мне кажется, детям будет интереснее есть такие штуки на палочке. Кстати, увидела, по-моему, на стискайп. Делала детям. Держу. Детям очень понравилось. Думаю, надо для детей специально отдельно для них такое блюдо сделать. Потому что бины как-то они не очень любят. Вот так я накрыла детям. Тут, конечно, ещё будут блюда. Вот эти подарочки мне подарила подружка. Она работает в косметическом магазине. Поэтому она знает, что мне дарить. Это тени буржуа. Жалко, камера не передаёт. Невероятные красоты. Вот эти матовые. Вот эти все три оттенка. Вот этот чуть-чуть с мелким шиммером. А вот здесь плохо камеры не видно. Крупные золотые блёстки. Я сегодня намазалась. И была просто новогодний макияж. Дальше вот эти румяшки буржуа. Тоже они такие красивучие. Сейчас открою. Для рукой неудобно. Да. Вот они такие персиково. Чуть-чуть с краснинкой. И с золотым тоже шиммером. Красивучие, прекрасивучие. Такая кисточка прикольная. Но, конечно, она более точечно так наносит. И помада Стеллари матовая. Я люблю. У меня как раз такая закончилась. Подружка угадала. Но четвёртый тон. Я хотела буквально на днях пойти купить себе ещё одну. На этом у меня всё. И ещё я хочу поздравить ещё одного блогера израильского. Она русскоговорящая. Её зовут Таня. Она живёт в Израиле. У неё пятеро детей. У нас с ней день рождения в один день. Мы случайно при переписке узнали об этом. Так что, Татьяна, я поздравляю тебя. Тебя. Я всё время хочу на «вы» обратиться. Но она меня всегда ругает. Говорит, что называй меня на «ты». Татьяна, я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю здоровья, счастья, благополучия всем членам твоей семьи. Она у тебя очень большая. Тебе побольше сил. Всего-всего самого-самого хорошего. И творческого вдохновения для ведения и Ютуб-канала, и для новых твоих всех увлечений, за которыми я тоже слежу. Так что, желаю удачи, любви и всего самого-самого хорошего. Ну, а на этой ноте я буду закругляться, общаться с вами. Буду начинать уже подготавливать окончательно горячие блюда, ждать своих гостей. И спасибо за то, что вы со мной. Я вас люблю, всех целую. И да, помните, что всё будет хорошо. Это говорю я, ваша Оксана Хороша. Всех целую, всем пока.